День молодежи Итак, как это было праздновать День молодежи в онлайн формате? Даже в прошлом году, по-моему, у нас так это не происходило. Вот в этом решили сделать все-таки в онлайне. Вы знаете, несмотря на то, что День молодежи, наверное, самый главный наш праздник для нашего министерства, и очень обидно праздновать его в онлайн формате, но санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике такова, что рисковать жизнью и здоровьем нашего населения мы не могли себе позволить. И поэтому все то, что мы приготовили на 27 июня, а мы готовились давно, буквально три месяца шла подготовка, пришлось в срочном порядке переформатировать и переводить в онлайн. Мы готовили прекрасный концерт, который должен был состояться на площадке перед Аварским театром. Были приглашены звезды российской, дагестанской эстрады. И мы действительно хотели сделать прекрасное шоу, которое порадовало бы население республики. Готовились огромное количество площадок. Наши партнеры Перецгрупп и Киргу готовили огромное количество призов для того, чтобы на этих площадках можно было разыгрывать. Кроме того, мы планировали показать работу наших добровольческих организаций на Родопском бульваре, патриотических организаций. Тем более, что 2020 год был таков, что было что показать. Во-первых, это все хотелось бы показать. И хотелось бы разыграть огромное количество призов именно в этом оффлайн-варианте на Родопском бульваре. Прекрасная зона, которая позволила бы развернуть все те активности, которые мы хотели провести. Планировалось также мобильный комплекс вакцинации, чтобы центр медицинской профилактики смог приобщить население, объяснить и тут же провести вакцинацию с помощью Минздрава. Очень много всего. Ну, совсем грустно прямо, Патима Тимарна. Все-таки прошел как-то праздник в онлайне. Поэтому, когда было принято решение перейти в онлайн, наверное, нужно поблагодарить всех коллег и партнеров, которые нам в этом помогли. Буквально в пятницу мы переформатировали все наши активности. Большинство из них все-таки пройдут, но в онлайн-режиме. А тот концерт, который мы готовили, мы все-таки решили провести. Мы провели его на летней площадке филармонии в закрытом режиме, без зрителей вживую. Но мы вывели его в прямой эфир Инстаграма. Я очень хочу поблагодарить ЛГВК Дагестан, который, наверное, самый мобильный такой канал, который позволил показать это не только в прямом эфире на своем YouTube-канале, но еще и ночью в 23.30 РГВК Дагестан демонстрировала этот концерт на своем канале уже в записи. Поэтому спасибо вам большое, что вы нам помогли привлечь как можно больше зрителей. В нашем прямом эфире более тысячи человек посмотрели этот концерт. И мы думаем, что кого-то это порадовало, кому-то принесло ощущение всплеска творческой энергии. Тем более, очень активно были задействованы наши студенты. Студенческая молодежь выступала на этом концерте. Были потрясающие песни, танцы. Мне очень понравилось, как работала Дагестанская школа искусств, потому что вот этот потрясающий номер, который они продемонстрировали в середине, когда молодой человек выезжал на мотоцикле. Ну, совсем юный молодой человек. Я могу предположить, что ему 10-12 лет, выезжал на мотоцикле на сцену летней эстрады. Ну, я просто думаю, как бы это здорово было бы у Аварского театра. Но, тем не менее, это было здорово. Ну, теперь это можно посмотреть, я думаю, в записи. Да. Ну, вот что интересно, как раз таки, что такое искусство, если оно не сохранено? Что такое концерт, если ты его не можешь пересмотреть? И мне кажется, то, что мы из оффлайна ушли в онлайн, и спасибо РГВК, теперь у нас есть блистательная запись, его можно смотреть и пересматривать. Но почему было принято все-таки решение? Нам сейчас нужно, думаю, всем понимать, что происходит. Вот Министерство по делам молодежи не удалось все-таки провести концерт вживую. Почему? Вы знаете, у нас ведь не только концерт отложился, который 27-го должен был пройти. И вот те активности, которые мы предусмотрели. 26-го июня – это международный день борьбы с наркоманией. И мы планировали хорошую такую велогонку, которая в Махачкале должна была пройти от редукторного поселка до площади Ленина. Вернее, наоборот, от площади Ленина до редукторного и обратно. И нам очень хотелось провести эту гонку. Там разыгрываться должны были хорошие призы. Но нам ее пришлось перенести. И мы вот смотрим сейчас по календарю, куда мы ее можем переставить. Потому что на самом деле вот та информация, которая идет сейчас из средств массовой информации и по официальным каналам, она свидетельствует о резком, просто мгновенно резком ухудшем состоянии по санитарно-эпидемиологической обстановке. То есть если неделю назад в республике было 1200 коек отданных под ковид, сейчас их более 3000. То есть, понимаете, за одну неделю более чем в 2,5 раза возросло. Да, ситуация сложная. Мы уже говорили со специалистами. Означает ли это, что под вопросом различных мероприятий культурно-массовых? Мы уже говорили о том, что очень многие активности, особенно массовые, а мы министерство, которое проводит очень много массовых активностей, оно уходит в офлайн, из офлайна уходит в онлайн. И для нас это грустно, потому что для молодежи все-таки очень важен эмоциональный человеческий контакт, который позволяет и делиться радостью, делиться творчеством, делиться энергией, делиться своим мнением. Потому что онлайн все-таки отдаляет людей и снижает вот эту тонкую нить коммуникативной связи, человеческой, вот такой социабельной связи. И переводит все из плоскости эмоций и общения в плоскость передачи информации. Передача информации всегда важна и нужна. Но если она не насыщена своим внутренним эмоциональным состоянием, то и степень ее поглощения, степень ее восприятия, она резко ухудшается. Это я уже как психолог могу сказать. Но у нас довольно важное событие для молодежи. Вы готовитесь к нему, как я вот следил за вашими новостями. Это форум Каспи. Ежегодно он проходит уже на протяжении 10 лет. Да, с 2011 года он ежегодно проходит. Он всегда проходил в офлайне. Я вот даже сейчас задумалась, как легко я произношу слово офлайн, онлайн. Потому что раньше мы вообще не думали о том, что форум можно провести в каком-то таком варианте, в интернет-пространстве. А сейчас что будет с Каспием? Сейчас мы обеспокоены и очень надеемся, что ситуация в республике к тому времени, когда он будет проходить, а мы предполагаем, что это конец сентября, стабилизируется и мы сможем провести его в реальном, вживую. Потому что для нас очень большая честь, что Федеральное агентство по делам молодежи обратило внимание на этот форум. И в этом году он будет не просто форумом, на котором можно пройти образовательную программу, которая всегда была блестящей, очень интересной. А в этом году Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь, проводит на нашем форуме еще и грантовый конкурс Росмолодежи. То есть молодые люди смогут перед экспертами, прилетевшими со всех регионов Российской Федерации, защищать свои проекты, зарабатывать средства на реализацию своих идей, своих стартапов, своих проектных заявок. И вот то, что мы из регионального форума становимся федеральным форумом, это, наверное, результат большой сплоченной команды Министерства по делам молодежи под руководством нашего министра Камила Рамазановича Саидова, которая позволяет достигать успеха на уже таком федеральном уровне. Более того, я вот сегодня пришла на передачу, после того, как мы защищали проект «Регион добрых дел», это по национальному проекту образования, федеральный проект «Социальная активность», уже третий год мы защищаем заявку, два года подряд мы выигрывали его, и это позволило нам создать в Махачкале и в муниципалитетах республики ресурсный центр развития добровольчества. И мы планируем, если мы сейчас выиграем, вернее, когда мы сейчас выиграем, открыть еще 8 муниципальных ресурсных центров. Мы получили сегодня блестящую оценку экспертов, они просто не задавали даже вопросов, каждый эксперт выступал и говорил, слушайте, вот так здорово в Дагестане работают волонтеры, я поддерживаю и вообще мои симпатии на вашей стороне. Когда мы узнаем о том, что будут ли у нас все-таки новые ресурсные центры, победила ли Дагестан? Сейчас до 2 июля включительно идет очная оценка. Я хочу сказать, что из 85 регионов Российской Федерации за очный этап смогли пройти только 58, и Республика Дагестан в их числе. И сейчас мы проходим очный этап защиты в онлайн-режиме. И я благодарна и волонтерам-медикам, и нашему ресурсному центру республиканскому добровольству. Мы вместе командно защищали этот проект. И все эксперты, которые выступали, и Иван Радько, и представители ассоциации волонтерских центров, и городские реновации, волонтеры-медики, они просто федеральные в смысле отделения, они говорили нам, что вот просто здорово, вопросов нет, и нам очень нравится ваша линия на поддержку именно муниципальных ресурсных центров. Потому что наша принципиальная позиция – нельзя все концентрировать только в столице. Молодежь живет по всей республике, соответственно, мы должны дойти до каждого молодого человека. И ресурсные центры – это те точки, на которых мы можем аккумулировать свои ресурсы. И не каждый день очень трудно добраться до разных регионов. Но если везде будут наши ресурсные точки, мы сможем охватывать добровольческую помощь практически весь Дагестан. И мы к этому идем. Мы с вами несколько раз подходили к этой теме. Мы понимаем, что все эти сложности, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, как ведомство, ну, в принципе, сталкивается наша молодежь. Все эти ограничения, они связаны, ну, в первую очередь связаны с тем, что у нас действительно довольно сложная, опять сложная ситуация с коронавирусом, с заболевшими. Их много. Опять не успевают у нас в таком нормальном рабочем режиме лечить. И не удается всех лечить в наших медицинских учреждениях. Но я думаю, вы тоже, как представитель органовласти, согласны с тем, что единственный выход из этой ситуации – это вакцинация. Об этом говорит государство уже на всех уровнях. Что на этот счет думаете вы в области вакцинации молодежи? Что, может быть, вы знаете, есть какой-то фидбэк, что думают молодые люди? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что жесткая позиция нашего министерства, что вакцинация – это единственный и естественный путь профилактики любых инфекционных заболеваний. На протяжении всей истории человечества вакцинация помогла нам избавиться от чумы, от оспы, от многих заболеваний, которые практически уже не встречаются в 21 веке. И практически 80% сотрудников Министерства по делам молодежи вакцинированы. У нас осталось 3 человека, которые не вакцинированы по жестким медицинским отводам. Я даже могу рассказать, но, наверное, все-таки не стоит историю болезни, так сказать, предъявлять. Но у них были реальные причины. У них реальные причины. Один человек у нас после операции, у него не происходит заживление и там плохой иммунный ответ, поэтому вакцинация категорически противопоказана. У другого человека эндокринное заболевание, у третьего временное обострение аллергических реакций. Вы прям знаете точно, почему люди не вакцинируются. Вы заставляете вакцинироваться? Нет, просто, как сказать, у нас действительно такая ситуация, что каждый сотрудник, в принципе, готов, хочет и согласен. Но мы относимся к вакцинации как к медицинской процедуре, поэтому очень серьезно провели обследование всех сотрудников Министерства по делам молодежи в январе этого года. И практически у всех сотрудников были обнаружены антитела к коронавирусу. Тем не менее, наш прямой практический опыт. У нас один-единственный сотрудник не вакцинировался, но, к сожалению, хотя у него были уже антитела, он не вакцинировался, потому что считал, что это добровольное дело, и мы поддерживаем добровольное право каждого человека принимать решения. Но сейчас он наращивает антитела естественным способом, потому что он болен коронавирусной инфекцией, хотя раньше болел. И, естественно, он сейчас изолирован и не ходит на работу. Вот. Поэтому наш прямой опыт, даже у тех, кто переболел, количество антител падает, и люди заболевают. Тем более, что сегодня... Сейчас специалисты говорят о том, что наличие антител не является, в принципе, не вакцинироваться, а наоборот. Да, если антител невысокий, если их количество резко снизилось в результате того, что прошло несколько месяцев после болезни, а специалисты говорят, что после 6-7 месяцев после болезни количество антител резко снижается, и человек опять готов подцепить эту инфекцию и заболеть. И вот наш прямой, наш сотрудник, который уже болел, у которого были антитела, он заболел. Вот. Для нас это было еще одним аргументом. И сейчас у нас осталось двое, которые хотят... Вернее, это новые сотрудники, они вновь приняты на работу, и вот они тоже будут вакцинированы. Что касается вакцинации молодежи. Я всегда говорю о том, что не должно быть принуждения к вакцинации государственного, но общественное понуждение, скажем так, оно должно присутствовать, потому что это вопрос коллективной защиты, вопрос создания условий для того, чтобы мы больше не болели. Вы знаете, я одевала костюм химзащиты, которым наш врач или волонтер-медик проводит по 6 часов в день. В нем реально невозможно. Нам бы очень хотелось, чтобы врачи вернулись к своему обычному, привычному виду, когда на них халат и шапочка. И кроме того, мне хотелось бы сконцентрировать внимание на тех проблемах, которые коронавирус, помимо медицинских, создают для общества. Ну, во-первых, дистанционное обучение. Я, как декан факультета, я хочу сказать, что есть возрастные периоды, когда дистанционное образование просто противопоказано. Это дошкольники, это дети младшего школьного возраста. Для них очень важно, чтобы рядом находился взрослый, с которыми они создают эмоционально значимое общение. Потому что без поддержки реально находящегося рядом взрослого у них не происходят те процессы социальной адаптации, социализации, которые считаются нормальными для нашего общества. Если на старших курсах дистанционное образование – это очень интересная и нужная технология, поскольку позволяет привлечь профессуру, допустим, и преподавателей со всех концов всего мира, но прежде чем человек будет готов услышать, понимать и принимать эти знания, у него должен быть сформирован некий механизм восприятия и получения знаний. У него должна быть сформирована та база, которая формируется только в контактном общении двух живых людей или преподавателя и группы. Второй момент – это то, что в результате того, что в республике резко внимание всего здравоохранения направлено на противодействие пандемии, это, следовательно, страдают пациенты, страдающие другими заболеваниями – сердечно-сосудистой патологией, онкологией, хирургической патологией, но и другими заболеваниями. Потому что коечный фонд перепрофилируется на ковид, кадровые ресурсы перекидываются на ковид, денежные, материально-технические ресурсы перекидываются на ковид, а значит количество и качество помощи другим категориям населения резко снижается. Это говорю, вот иногда часто говорят, почему вы говорите о медицинских проблемах, если вы не медик. Ну, во-первых, я дипломированный медицинский психолог, это раз, а во-вторых, я человек сердечно-сосудистой патологии. И если я каждый год раньше планово проходила медицинскую реабилитацию, то уже два года я ее не получаю, потому что в том отделении, в котором я получаю, сейчас ковидный госпиталь. Да, вот первая городская больница, вторая кардиология, моя родная, и так получается, что мой лечащий врач, завоотделением, Зайра Истрапиловна, сегодня занимается борьбой с коронавирусом. А мне важно получать это лечение, и я его не получаю. Ну, в чем причина этого непонимания и этого информационного негодования, информационной борьбы? Надо откровенно признать, у нашей молодежи, у нашего населения, в принципе, у взрослого, давайте поговорим о молодежи, почему вот такое отношение к вакцине, если, в принципе, известно множество положительных, скажем так, отзывов, как со стороны специалистов, так и со стороны российских, так и зарубежных. Нужно понимать, что Республика Дагестан это геополитический субъект, согласно стратегии регионального развития Российской Федерации. Вы считаете, что она нас влияет слишком много со стороны? Да, мы являемся самой южной границей Российской Федерации и таким геополитическим пространством, где много интересов других государств. И мне кажется, что мы, если отследим риторику противоантипрививочников, сначала было, когда первой появилась российская вакцина, заявили, что вакцинация вообще не нужна. Когда появился Пфайзер, тогда появилась другая риторика, нужно вакцинироваться, но не российской вакциной. И отслеживая вот эти все моменты, мы понимаем, что на сознание наших молодых людей, на мой взгляд, влияет большое количество вбрасываемой фейковой информации, которая направлена на подрыв доверия именно к российской вакцине и стремление снизить здоровье населения России. Это конкуренция со стороны других производителей вакцин. Да, потому что Всероссийская организация здравоохранения, которая очень долго изучает наши вакцины, но как-то очень быстро приняла другие вакцины, возникает вопрос. Нам часто говорят, слишком мало времени на то, чтобы создать эту вакцину, ушло у России. Но, в принципе, такое же количество времени у остальных государств. Да, кроме того, Израиль уже полностью вакцинировался. Да. Он уже успел понять, что это можно, и уже успел вакцинировать практически все свое население. Мы можем посмотреть на опыт Ирландии, которая полностью сняла все ограничения, потому что больше 80% населения уже вакцинировано. Мы должны заканчивать совсем коротко ваш призыв в молодежи в связи с ковидом. Я хочу призывать всех молодых людей заботиться о себе, о своих близких, пройти вакцинацию при отсутствии медицинских противопоказаний и уверенно смотреть в будущее, потому что у нас действительно много проектов, много идей. И мы ждем вас всех на форуме КАСПИ. И участвуйте во всех активностях, которые предлагает Министерство по делам молодежи. Прежде всего, в грантовых конкурсах, поскольку это реальная возможность выиграть деньги на свои идеи в области молодежного предпринимательства, творческой самореализации, социальной помощи населению и вообще быть активными и вовлеченными в социальную практику. Спасибо. Вы смотрели подробности. С вами был Тельман Раджабов. Даст Блок. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова